Всем привет, с вами Алекс Ки, и я также продолжаю следить за темой, что творится в министерствах на вопрос татарского языка. В итоге прокуратура провела полное расследование и представила отчет перед Советом Республики Татарстан, и вот что они говорят. Во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в Республике Татарстан, прокуратурой проверялось исполнение законодательства об образовании, по результатам которой выявлены следующие основные группы нарушения закона. Снижение объемов преподавания русского языка на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10 класс, так и средний балл аттестата. Было выявлено 3856 нарушений закона. Возможность изучения государственных языков республики по всей территории страны добровольно, на основе письменного согласия родителей, законных представителей и учащихся, в пределах до двух часов в неделю. При этом наш министр образования Республики Татарстан сделал свое заявление. У нас же есть конституция Республики Татарстан, есть у нас закон о языках, закон об образовании. У нас два государственных языка, русский язык и татарский язык. То есть и русский язык, и татарский язык, оба государственные языка у нас изучаются в первых началах, то есть в одинаковом количестве. Также об этом всем высказался наш президент Республики Рустам Миниханов. По моему мнению... Ты живешь в Татарстане, люди здесь, ты по-татарски переговоришь, уже отношения будут другое. И потом, как вы представляете, давайте вот татары в один класс, русский в другой класс, мы же вместе все здесь живем. Сначала в классе разделим, потом бизнес будем делить, потом еще. Он настаивает на том, чтобы администрация города, республики и других административных структур республики старался разговаривать и применять в своей деятельности татарский язык. И чтобы таким образом сохранить изучение. Потом он объясняет то, что если, например, кто-то не знает, надо отправить на обучение, чтобы они начали разговаривать также на татарском языке. По мне так это получается полное принуждение к изучению, в общении родного языка. Ну и пусть даже если он по национальности татарин, это все равно усугубляет положение. То, что получается, если ты, как я и в предыдущем видео говорил, что если ты, например, русский, или, например, приехал с Чуваши, или, например, хотя бы с Уфы, пусть у них есть башкирский. Получается, ты должен изучать язык для того, чтобы просто на нем разговаривать, чтобы вести диалог с администрацией, с какими-то органами и так далее. Вообще полный бред. Кстати, этот момент, если я смотрел перед этим, изучал информацию, что только татарский язык и наш регион это все коснулось, оказывается, на самом деле нет, и в других регионах, выращают поддержку в пользу своего родного языка. То есть, например, Башкирия это башкирский, там, Татарстане татарский и так далее. Почему все не... То есть, получается, если я приезжаю, я вот сейчас живу, там, в Казани, приезжаю в Башкирию, мне надо будет башкирский учить. Потом я вдруг... Ну, по такому случаю складывается, что я выезжаю, там, например, в Нижний Новгород, и я там никакого языка не изучаю. Но вообще как-то несправедливо. То есть, я должен знать, вообще, тогда получается, тогда надо ввести в изучение и во всех регионах изучение всех языков всего, всех народов, которые проживают на территории России. Это же вообще уму непостижимо, чтобы это вообще все могло воплотиться в жизнь. Ну, и вообще это... Блин, мы должны идти в ногу со временем. Это изучение первоочередной английского языка и изучение информатики и технологии для того, чтобы люди, когда заканчивают учебные заведения, такие как средняя школа или там колледж и университет, хотя бы вы понимали все, на таком, на бытовом, на простом уровне, на разговорном. Например, вот сейчас будет чемпионат мира в следующем году, и хотя бы могли бы разговаривать просто, вот там, например, когда ты едешь куда-то путешествовать, ты ко всем, там, hello, там, и обращаешься за помощью, там, I need help, там, и еще что-то. Здесь же люди будут также обращаться, например, там, подсказать, где у вас здесь магазин и так далее. А здесь, я думаю, то, что большинство людей даже вообще не смогут сориентировать иностранцев и помочь им адаптироваться в нашем регионе, ну, или вообще даже в России. Потому что знание языков и особенно английского оставляет только желать лучшего. Я думаю, что сам на своем примере знаю, то, что в школе у меня намного было хуже подготовка, чем, например, я учился в университете. В университете мой преподаватель сказал то, что, как ты вообще, почему у тебя такой хороший английский? Я сказал, что я просто смотрю сериалы с субтитрами, и я стараюсь воспроизводить этот весь контент, который я потребляю, также применить на практике. Поэтому мой английский очень такой средний, но когда у тебя нет потребности, то язык, но знание языка снижается. Если ты изучаешь язык, то желательно просто ехать куда-нибудь, путешествовать, и тогда твой базовый уровень достигнет профессионального, ну, хотя бы в плане разговорного языка. В итоге, что произошло после того, как все отчеты были представлены? На сегодняшний день, нынешний, точнее, я вообще запутался, вот этот министр образования, который вел весь процесс, в итоге он ушел в отставку, и на данный момент он исполняющий обязанности Актанышского района, главы Актанышского района. В итоге что? Он, значит, не добился успеха, и его просто так вот подвинули, сказали до свидания, либо он, может быть, сам сказал до свидания, никто не знает, и назначили нового министра образования. Вот так вот все просто. Никто эту тему особо, наверное, и не поднимал, но вот по мне так, это мое личное мнение, что он просто не справился со своей работой, и, может быть, поэтому он ушел с этой должности, а может быть, наоборот. Ну, хотя не знаю, а может быть, вы выскажите свое мнение в комментариях, мне это очень интересно. Кстати, да, что хотел, какой можно подвести итог. Вся процедура осталась до 1 января 2018 года, то есть все учебные программы должны быть проведены в строгом соответствии с федеральным законом, который стоит превыше регионального, и поэтому я думаю, что также этот вопрос я подниму в следующем году. Ну, а что там будет решено, и что скажет глава республики, будем наблюдать уже в 2018 году. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, а также подписывайся на канал, жми обязательно колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, ищи меня в соцсетях, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok